Друзья, всем здорово! Мы на очередном запуске свежих продуктов от Asus. И сейчас пан Иван, наш постоянный ведущий данной интереснейшей и положительной рубрики, нам кратко, емко, интересно расскажет о новых продуктах компании. Рядом с нами кухня, там, кажется, жарят рыбку, так что шумы будут о такие. Но главное то, что сейчас расскажет пан Иван. Всем привет! Сегодня мы показываем в Украине новые ZenBook'и, которые компания анонсировала не так давно на выставке в Берлине. И мы рады сообщить о том, что они вот-вот появляются в продаже в нашей стране. Основным трендом этих продуктов становятся тонкие рамки экрана. Это то, что в следующем году мы увидим у многих других производителей. И сегодня мы рады говорить о том, что мы первые, кто показывает такой продукт. О чем я говорю? Это выглядит вот так вот. Рамки, как вы видите, в ноутбуке очень тонкие. Это позволило уменьшить его физические габариты. Если закрыть устройство, то сложно подумать, что это ноутбук диагональю 13,3 дюйма. Он выглядит очень-очень маленьким. Весит всего 1 килограмм. При этом здесь установлены процессоры Core i5, Core i7, 8-го поколения от Intel. И даже нашлось место для дискретной графики. MX-150 NVIDIA позволит так или иначе играть в игры и обеспечить больше производительности, нежели встроенный чип. Кроме этого, мы заявляем до 9 часов автономной работы. Для такого маленького устройства это очень хороший показатель. Всего лишь 1 килограмм веса. Кроме этого, на месте стандартного тачпеда мы придумали такую штуку, которая называется NumberPad. Одним нажатием сенсорной клавиши вы можете вызвать на тачпад цифровую клавиатуру, которая по сути заменяет привычную цифровую клавиатуру, которая располагалась вот здесь. Но места для нее не нашлось. Поэтому на тачпаде можно будет использовать сенсорную клавиатуру и также точно одним нажатием переключаться в стандартный режим. Вторая новинка. Это 15-дюймовый ZenBook. Он называется ZenBook 15 или UX 533. Он чуть больше и в нем нашлось место для полноценной цифровой клавиатуры, поэтому NumberPad для него не доступен. Но что доступно, это довольно мощная и новая видеокарта 1050 Max Q, которая уже позволяет играть в современные игры. То есть этот ноутбук можно рассматривать не только как рабочее решение, решение для частых поездок. На нем, в принципе, можно делать очень большой спектр разных задач благодаря высокой производительности. И при этом все мы заявляем до 16 часов автономной работы от встроенной батареи. Это очень хороший показатель. Так же, как и в 13-дюймовом ноутбуке, здесь у нас имеются тонкие рамки по всему контуру. Это отличительная особенность наших новых продуктов. И, наконец, третий экземпляр. Это ноутбук, который называется ZenBook Flip. 13-дюймовый ноутбук с поворотным экраном, который позволяет, с одной стороны, превратить его в обычный стандартный ноутбук, но также использовать его в режиме планшета, либо в режиме презентации, как мы называем это. То есть можно установить его вот так вот и показывать какой-то контент на экране, когда у вас ограниченная площадь и руки должны быть свободны. Либо легко трансформировать его в режим презентации, установить на стол и демонстрировать контент своему клиенту, другу и так далее. Или просто смотреть удобно сериал на кухне, когда вы готовите. По железу внутри также самые свежие процессоры от Intel. Здесь нет дискретной графики, но учитывая позиционирование устройства, она не нужна. Базовых возможностей с лихвой хватает для всех стандартных задач. Просмотр видео, интернет, чат-переписка и так далее. На нем можно полноценно работать в офисных приложениях. Конечно, он не подходит для игр, но это устройство и не предназначено для них. У него совершенно другое позиционирование. Здесь точный сенсорный экран, который поддерживает до 10 одновременных нажатий и использования стилуса. Можно использовать наш фирменный стилус, можно использовать любого стороннего производителя. Такие устройства в Украине, к сожалению, не пользуются очень большой популярностью, но тем не менее мы всегда стараемся их предлагать, потому что свои почитатели на них есть. И мы рады совершенствовать эти продукты, потому что сегодня, если сравнивать с нашими первыми моделями, которые появились два года назад, то прогресс очевиден. И прогресс очевиден, и это очень компактное устройство весом чуть более одного килограмма, которое легко и удобно брать с собой. Оно отлично подходит для командировок, для выступлений, для конференций, для работы в офисе. Все. И я хотел задать вопрос. Лично от меня. Есть классная вещь, которую вы называете бухгалтерская клавиатура. Еще раз, как она называется? Она называется NumberPad. Это не аналог скринпада. Нет. Это как бы рядом, и оно тоже отрисовывается на тач-скрине. Скринпад, который мы показали в модели ZenBook Pro 15, это полноценный IPS-дисплей, как в современном смартфоне. Он имеет диагональ 5,5 дюймов и пост полностью кастомизированный. На него может выводиться любая информация. Что касается NumberPad, это четко заданная сетка сенсорных клавиш, которая копирует цифровую клавиатуру калькулятора и выводится на тачпад. И позволяет быстро и удобно вводить цифры. Это основное его назначение. Все круто. И второй вопрос. В Pro 15 я вижу наконец-то полноценный SD-слот. Да. Card reader. Да, мы победили сами себя. Во многих ноутбуках Asus последнего года использовались microSD-кард-ридеры. И, откровенно говоря, это вызвало не самые лучшие отзывы у пользователей. Но наша компания не боится экспериментировать. Мы понимаем, что не все идеи могут быть хорошими при том количестве, которое генерится нашими разработчиками. Поэтому в новой линейке Zen-буков мы возвращаемся к SD-кард-ридеру как к наиболее логичному и все еще правильно воспринимаемому элементу ноутбука. Можно так сказать. Круто. Спасибо. Спасибо за информацию. Спасибо вам. Да. Спасибо, что позвали. Нам спасибо, что приперлись. Вам спасибо, что смотрели. Тыкаем лайки. Подписываемся на канал. Пишем что-то интересное в комментах. Пан Иван старался для вас. И на интересные комментарии мы всегда готовы отвечать, потому что это очень важно для производителя иметь прямую связь с зрителями. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы и вам что-то хотелось уточнить или непонятно, вы всегда можете писать в комментарии к видео, которые снимают ребята, и мы будем всегда на них отвечать. Прямо так. Да. Спасибо, что смотрели. Спасибо. Пока-пока. Пока.